друзья всем привет с вами александр сегодня мы будем с вами рассматривать модель код компании ricara моделька называется это уже обновленная версия мако 2 это категория 2 3 здесь вот четко написано со 100 сантиметров до 150 сантиметров ориентировочно с 3 3 с половиной лет до 12 лет эксплуатать эксплуатировать можно это кресло что касается безопасности здесь с этим все хорошо она соответствует безопасному самому требовательному стандарту р-129 это так называемый айсайз причем здесь достаточно сильно увеличена боковая безопасность их система кстати называется advanced side protection и при том что здесь очень эффективная боковая защита она сохранила компактные внешние размеры да вот эти подушечки они крупные но внешний диаметр здесь вполне себе адекватный хотя при том при всем вот казалось бы ник можно было бы подумать точнее говоря что они сделали и уже внутри но нет внутри очень тоже просторно как в любом другом нормальном полноценном 2-3 категории кресла здесь просто используется материал очень эффективные специальная пена и при боковом дтп энергия удара очень эффективно гасится поэтому с этим все хорошо в общем с безопасностью действительно в рекорде всегда в рекорде было все хорошо это премиум сегмент поэтому здесь все хорошо кстати что касается тканью раз про премиум сказал здесь очень классные материалы используются они гипоаллергенные считаются как более натуральными хорошо дышит кстати материал и мне что в этом материале нравится я просто хорошо знаю этот материал у них у других моделей другие компании делали такие материалы он износостойки долго короче говоря выглядит он как новый даже если вы откатали кому-то подарите и дальше он будет хорошо выглядеть нарядно единственное что касается ухода за этим материалом до 30 градусов стирайте чтобы он не сел и вы спокойно могли его одеть обратно вот кстати смотрите весь диапазон регулировки кресла по высоте реализовано это все благодаря так благодаря вот этой вот ручки и вот видите поднимается здесь потом поднимается весь каркас вот здесь у нас инструкция если что лежит если кто не знает что это за отверстие вот поэтому по высоте здесь действительно очень большой запас ну как я и говорил в начале 150 сантиметров просто ребенка может спокойно здесь ездит ременок очень высокий соответственно что касается как пристегнуть здесь ребенка здесь как вы видим нет пятиточных ремней два три категория и подразумевает что больше нету внутренних ремней и ребенок все по его посадили все то же самое как взрослый человек делает в автомобиле пропускаем не имеет здесь а направляющий в подголовнике в нем он нужно проводить в нем направляющим так называемым ремень он поэтому и направляющий что он делает положение ремня 5 3 точного автомобильного там где нужно и подголовник нужно регулировать таким образом чтобы от подголовника до ключа ребенка было не больше двух пальцев и не меньше одного это нужно потому что если вы выше поднимите ребенок еще не нужном неподходящим росте скажем так то ремень окажется на горле это очень опасно поэтому золотое правило вот так как я говорю нужно регулировать подголовник по высоте и ремень проходит направляющим для этого специально кстати еще момент один скажу видите здесь ремень идет под подголовник по их продам под подлокотник иногда пока мы отвлекаемся ребенок может вот ремешок у так раз и сюда вывернуть следите чтобы он так не делал потому что это нарушает как раз таки функцию вот этого вот направляющего подголовника ремень сдвигается горло поэтому смотрите чтобы ребенок этого не делал приучить его вот собственно как нам нужно пристегнуть ребенка если у вас например в автомобиле нет изофикс а как я вам сейчас показал просто то же самое делаем и все это пристегивается у нас ребенок вместе с креслом но в кресле есть система изофикс поэтому если вам нужно можно ее использовать нажимаем кнопочки по бокам микрофон закрыл надеюсь вам все слышно было нажимаем кнопочку по бокам и у нас высовывается изофикс и защелкиваем его вот собственно на изофикс мы пристегнули 2-3 категории изофикс это скажем так не основное крепление да если его нет машине изофикса то вообще не парьтесь вот можете брать просто самое хорошее кресло на какой у вас позволяет бюджет вот и наличие или отсутствие изофиксов 2-3 категории особо большого значения имеет это как доп крепления основную роль имеет сам каркас он защищает ребенка кресла и ремень все изофикс есть хорошо нет тоже принципе все нормально вот собственно по большому счету добавить не больше нечего я очень уважительно отношусь бренду ricara с многих лет уже десять лет как даже больше уже мы соответственно имеем с ним дело и всегда они делали очень хорошей качественную продукцию и мы им хорошо так доверяем молодцы кресла делают замечательные гарантийных обращений очень мало у них и вообще в креслах в принципе мало гарантийных обращений в колясках еще бывает но но не в креслах вот поэтому все хорошо вот могу обязательно порекомендовать на ricara бывает очень часто всякие интересные предложения скидочки акции вот по ссылке внизу в описании на мир автокресел пройдите посмотрите я думаю может быть на тот момент когда будете смотреть будет какая-нибудь акция и вы очень вкусно скажем так приобретете по вкусной цене даже если акции нет все равно цена качество соотношение безопасность здесь почти идеальная вот собственно все я закончил могу лишь пожелать вам сделать хороший грамотный выбор если обзор был полезен интересен ставьте свой лайк подписывайтесь на канал и удачи вам на дорогах пока